В поисках диалога Ульяна идет в школу сына теперь уже со специальной комиссией. В сентябре ребенок, по ее словам, пришел в оплеванной куртке, а недавно попросил маму купить кастет. На следующий же день мальчику разбили веку куском льда. Личный поиск правды поверг женщину в шок. Ситуацию пытаются повернуть так, что виноват в том, что за ним два с половиной месяца гонялись, я даже не знаю кто, и виновата я как мать, которая ненадлежащим образом воспитала сына, который не может убить. О своей истории она рассказала в социальной сети. Уверена, на ее ребенка постоянно нападала банда из ребят помладше из той же школы. Якобы они травили мальчика и преследовали его. А в крайний раз едва не выбили ему глаз ледяным комом. По словам очевидца, пострадавший сопротивлялся. Он им только давал сдачи и это все. То есть он либо их толкал, либо за ними гонялся. Потом кого-то мог, мальчишку вообще одного, потом кинул на снег и начал бить. Любопытно, что в целом характеристики мальчика разнятся. Бывает, привлекал к себе внимание тем, что, например, кого-нибудь подойдет, толкнет. Что-нибудь еще. То есть кто младше его, а к старшему он не лез. Дразнитого в школе бьют. А за что? Ну и не знаю, просто так иногда. После обнародования историй к нам обратилась мама одного из детей, которых обвиняют в издевательствах. Мальчишки, подростки подрались и так далее. Почему мама не решила вопрос с директором, с заучим, с классным руководителем? Как самому ребенку после вот этой истории учиться в этой школе? Если мама была хотя бы хоть чуточку грамотной и умной, она бы решила этот вопрос внутри школы. И было бы все хоккей. На вопрос классного руководителя, что с тобой случилось? Ничего страшного. Ты упал? Нет. Я просто увидел его медик. Что случилось? Ничего страшного. Помощь нужна? Нет, не нужна. Все. Сейчас ситуация на контроле уполномоченного по правам ребенка в крае Ольги Казанцевой. Она заявила, что мать и ребенок не останутся наедине с системой, и мальчик уже получает психологическую помощь. А еще признала недопустимым не замечать такие истории и перекладывать ответственность на родителей. Всегда так было. Подумаешь, пнули. Детские шалости, на мой взгляд, являются просто недопустимым. Сотрудничество не получается. И пострадавшим в этой части от отсутствия сотрудничества школы и законных представителей является, конечно же, ребенок. В подробности происшествия установит специальная комиссия. В нее вошли специалисты Комитета по образованию города, полиции. Кроме того, ситуацию контролирует детский омбудсмен России Анна Кузнецова. А пока пострадавший мальчик, по словам его мамы, на грани срыва. Мы будем следить за развитием событий. Анастасия Драган, Николай Шелко. Наши новости. Наши новости.